Словили меня на вокзале Подпитова, затащили на инкомат, возили раз, меня не взяли в армию, второй раз не взяли, потом вызванивали, я помнял номер телефона, меня опять словили и вот привезли уже в учебку. Я раньше не служил, я комиссованный был, сразу после школы, потом я судимый, два раза, во Франции три недели, обучение были, захват помещений, улиц, высадка, погрузка, выгрузка, БМП, работали с нами психологи, медицина, звучала такая речка, как бы, что русская армия слабая, нас подготавливают лучше, там, ну, по-украински, но звучит фахивцы, фаховцы, там, не знаю, как по-русски правильно, спецы, что чем больше убьем русских солдат, тем быстрее закончится это все, для этого нас привезли во Францию. Я так понял, что они рады тому, что нас учат и что воюют между собой два мирных народа, как бы, братья, братские народы. А это, ну, ни к чему хорошему не привело, ничего я там не научился и не хотел, во-первых, во-вторых, ну, то, что я увидел от русских ребят, это, ну, это Франция, вот это наша армия, это ничто. Вот ваши ребята, да, работают, ну, потужно, профессионалы, все четенько, а у нас кровом, разруха, беда, смерть, которая никому не нужна. Нам дали приказ идти на штурм, так как не было, ну, с чем штурмовать, там, начали, ну, обстрелы, бомбежки, я сам не понимал, что откуда творится, вот, меня ранило. Командование не отвечало, бросили нас просто на мясо, ну, мы подняли руки вашим хлопцам, просили, что не убивать, ну, что мы сдаемся, мы не хотим войны, вот. И спасибо, что дали нам жизнь, как говорится, Бог дал второй шанс, ваши ребята, поддержали нас, перемотали, там, отвезли в больницу, дали покушать. Спасибо еще раз за это. Как изменилось отношение к вашим командирам? Хочу посмотреть им просто в глаза и плюнуть в морду, там, ну, чтобы месть убивать, ну, нет, ну, я не хочу отнимать никому жизнь, не отнимал, я не хочу этого делать. Просто Бог его накажет, там, я не знаю, или он попадет в плен. Пусть прочувствуют то, что, ну, невинные люди, которые мирно все жили, а их засунули, Бог знает куда, из-за чего, непонятно. Это что? Пусть судят их, я не знаю, как, ну, по-другому. Смерть, мне кажется, это будет очень просто для них. Что бы хотели им передать? Ну, я не хочу такие слова говорить в эфир. Почему? Потому что это матерные слова, но другие слова я не нахожу, не могу подобрать. Это не люди просто, которые на нас забили, бросили нас. Ну, не хочу материться, извините, пожалуйста. Пацаны, ребята, вот то, что я увидел на своем жизненном опыту, есть возможность, уходите от этой армии, не с кем воевать, не за что воевать. Мирно надо жить, убегайте, убегайте от этих военкоматов. Это их война, пусть они воюют, нам оно не надо, у нас семьи, дети. Тут так же люди живут мирно, имеют семьи. Не надо бить, убивать никого. Обходите это все стороной. Скажу одно, пацаны, вот это, что там мы слышали, кто от кого, кто от командира, кто от других, там подозрители, лени, там пацану, что русские в плен не берут, убивают, это неправда. Вот меня взяли, ни одного, нас много человек в плену, никто нас не бьет, дают нам кушать. Говорю, перемотали, там кто ранен. Тобто поменяли нам даже белье, как говорится, порваны все, все в крови, в грязи, отмыли нас, трехразовое питание. При возможности слаживайте оружие, никто вас не убьет. А то, что мы слышали, что оставишь позицию, п*** свои, ну это скорее всего так и будет. Есть возможность, подняли белый флаг и сдались.